Всем здравствуйте, с вами Ольга. Привет из Армении. В ноябре, в этот день, каждый год я хожу в церковь, чтобы поставить свечки. Я не буду говорить, по какому поводу я это делаю. Но вот в этом году мы решили выехать из Еревана и отправиться в монастырь, который находится за городом, на расстоянии 44 километров от Еревана, и который называется Хор-Вираб, что в переводе с армянского означает «глубокая темница». Армены у нас находятся на практике, она с нами не поехала, и, в общем, мы едем четвером. Из монастыря Хор-Вираб открывается самый лучший вид на гору Арарат в Армении, но сегодня, как видите, туман, и, в принципе, на этот вид мы не рассчитываем. История Хор-Вираба, который ранее был государственной тюрьмой, восходит к 180 году до нашей эры, когда армянский царь Арташес I остановлял столицу государства, город Арташат. В дальнейшем столица переместилась в Двин, а Хор-Вираб остался местом заключения неугодных. Одним из них стал ближайший подвижник царя Астердата III, Григорий Просветитель, исповедовавший христианство и отказавшийся по приказу царя обратиться в язычество. Около 15 лет Григорий провел в глубокой яме Хор-Вираба, однако чудесным образом сохранил жизнь. О его невероятном существовании стало известно Атердату, и тут как раз неизвестная болезнь стала угрожать жизни царя. Святой был привезен во дворец и заявил, что все беды от отклонения языческим богам. Обратившись к христианству, царь исцелился, освободил Григория, отныне нареченное титулом просветитель, и сделала его государственным советником. И так в 301 году Армения стала христианской, первой страной, принявшей эту религию на государственном уровне. Первоначально в 642 году была построена часовня над подземельем, где был заточен Григорий-просветитель. Она неоднократно перестраивалась. Вход в подземную тюрьму сохранился до наших дней. Он расположен в часовне святого Григория, построенного в 1661 году. Глубина подземной тюрьмы составляет от 3 до 6 метров. В центральной части монастыря также находится большая церковь Пресвятой Богородицы, которая была построена в середине XVII века. В это же время были построены кельи монахов и сам монастырь. Теперь это одно из самых известных мест паломничества армян со всего мира. В настоящее время в церкви проводятся регулярные богослужения. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА